МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Провели лучшие западные журналисты-расследователи. Сейчас мы работаем одновременно над 30-ю историями. Мы будем публиковать их в течение двух недель. На Горном Карабахе продолжаются ожесточенные бои. Стороны обвиняют друг друга и заявляют о десятках погибших и сотнях раненых. Один адвокат на 26 тысяч человек. В результате реформы в Таджикистане количество адвокатов сократилось в три раза. Адвокатской практики лишают за правонарушение времен СССР. Само государство в лице Министерства юстиции лишает меня моей профессии. В Екатеринбурге художник рисует свои картины на грязных стеклах автомобилей. Шедевры доживают до первой автомойки. Показывают мне класс. Как-то и с улыбками это все у людей. Погода вроде мрачная, опасная. А у людей улыбка. Как минимум около 30 человек погибли за последние два дня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. На этих кадрах самые ожесточенные бои за последние 20 лет. Ночью в минувшую субботу начались обстрелы с участием артиллерии, танков, авиации и реактивных систем введения огня по всей границе Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, поддерживаемой Арменией. МИД Азербайджана и Армении выступают со взаимными обвинениями в наступлениях войск. Уже сейчас очевидно, эта конфронтация самая масштабная с момента вступления в силу договора о прекращении огня 1994 года. Обе стороны сообщают о погибших и раненых среди мирного населения. По данным ООН, ранено уже более 200 человек. В общей сложности в деревнях, которых коснулись боевые действия, проживают около 15 тысяч человек. Ранее власти Азербайджана заявляли, что в одностороннем порядке прекращают боевые действия, а президент страны Ильхам Алиев уточнил. Мы воюем на своей территории. Если армянский солдат не хочет погибать, пусть уходит с азербайджанской земли. Я говорил это не раз и хочу повторить снова. Армянская сторона прекращение огня не подтверждает. Вся информация из зоны конфликта остается противоречивой. Президент Армении пригрозил признать независимость Нагорного Карабаха. Республика Армения полноценно выполнит свою обязанность в плане обеспечения безопасности населения Нагорного Карабаха. И у нас для этого есть также юридическое право, потому что мы сами являемся стороной заключенного в 1994 году соглашения о перемирии. Министерство обороны Армении заявляет, что только за последние сутки подбиты три азербайджанских танка. Их азербайджанские коллеги сообщают о трех своих погибших военных и распространяют видео, на котором, как утверждается, уничтожение армянского командно-штабного пункта. Там якобы находились генерал и полковник вооруженных сил Армении. Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономия заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В 1994 году было подписано перемирие, оставившее Карабах и окружающие его районы под контролем Армении. Тогда за шесть лет войны погибли свыше 30 тысяч человек. А сейчас в Степанакерте, столице так называемой Нагорно-Карабахской республики, снова идет набор добровольцев. Моя коллега Шахида Якуб в разное время работала по обе стороны линии разграничения в Нагорном Карабахе. Она поговорила о нынешней ситуации с экспертами из Еревана и Баку. У меня первый вопрос. Весь прошлый год мы сообщали о том, что перестрелки на линии фронта, на линии разграничения между войсками так называемого Нагорного Карабаха и азербайджанскими силами. Мы сообщали о потерях, эксперты приобретали о том, что в конце концов это может разродиться большой конфликт. И вот конфликт произошел. Но вопрос, почему именно сейчас? Ну если говорить глобально, то я думаю это связано с падением цен на нефть, с социальными и экономическими проблемами в Азербайджане и попыткой каким-то образом консолидировать элиту и общество. Зардуш Ализаде, вот у меня к вам вопрос. Падающие цены на нефть, азербайджанская экономика находится в кризисе, в то же время рейтинг Алиева падает. И, наверное, скорее всего надо было начать какую-то войну для того, чтобы как-то поднять рейтинг, показать, что мы что-то можем сделать, давайте отобьем эти территории. Что касается необходимости для Алиева повысить свой рейтинг, я его не поклонник. Более того, я его резко критикую. Но, тем не менее, я должен с престолом признать, что у него необычайно высокий рейтинг в государственном обществе. И этот рейтинг не думает падать, как рейтинг Путин. И вот я хочу привлечь внимание к обстоятельству, что в 2017 году, когда Ирхам Алиев поехал в Бруссей, его переговоры с генсеком НАТО о расширении Сатурниса с НАТО, тогда вдруг вспохнула вот эта эскалация боевых действий. И сейчас опять в вашем итоге Ирхам Алиев хочет договориться с Западом о расширении Сатурниса, опять возникает вот эта вспышка. Вы говорите о том, что в разжигании вот нынешней конфликтной ситуации виновата Россия. А Россия что от этого? Во-первых, Алиев не является независимым государством, она имеет меньше прав, чем какой-то субъект Российской Федерации. Я не знаю, что такое полностью независимое государство по поводу того, что Россия не контролирует, а что она контролирует. Мне кажется, что Россия и некоторые субъекты Федерации не вполне полностью контролируют. Что же касается столкновений, еще раз повторюсь, если бы это столкновение было бы изолированным актом и ничего похожего никогда бы не происходило, и Азербайджан не имел бы никаких совершенно, никакой нужды, у Алии крепкий рейтинг, все прекрасно, все хорошо, то тогда можно было бы подумать, а откуда это все время взялось. Ну давайте вот так вот, вы считаете, что это все закончится вот сейчас, или это может разрастить какую-то полноценную крупномасштабную войну между двумя странами? Это операция, которая ведется военными средствами, инструментарий военный, а цели политические. Цели победить в войне, в смысле завоевать Карабах, взять Тепанакерт, вытеснить там, я не знаю, армян на границе Республики Армения и завладеть всей территорией НКР, этих целей просто нет. Хорошо, давайте теперь спросим у Зардуша, какие цели? Азербайджану война не нужна, почему? Потому что мы знаем, что как только Азербайджан начнет серьезную войну, военная операция по особо вене оккупирование всей территории, Россия сразу не мешает. Публикация данных офшорной юридической кампании из Панамы Масак Фансека вызвала мировой скандал. Панамское досье – это самое крупное антикоррупционное расследование, которое было опубликовано накануне Международным консорциумом журналистов-расследователей. В досье фигурируют фамилии глав государств и политиков, среди них Путин, Порошенко, Алиев и Назарбаев. Расследование – совместная работа Центра по исследованию коррупции и организованной преступности и ведущих мировых медиа. В документах фирмы упоминаются 72 бывших и нынешних главы различных государств, а также многие известные компании и люди. Интересно, что построено досье на анализе документов об офшорных схемах всего одной панамской юридической фирмы Масак Фансека. Но в числе ее клиентов оказываются друзья Владимира Путина, президент Украины Петр Порошенко, сын бывшего генсека ООН Кофи Аннана, российские губернаторы и чиновники, футболист Леонель Месси, окружение Муаммара Каддафи, семья президента Сирии Башара Асада. И это еще далеко не все. Эта публикация привела к политическому кризису в Исландии, где от премьер-министра потребовали отставки из-за информации о его личном тайном офшоре. На Украине пока особой реакции не последовало, а в Кремле заявили, что они разочарованы этим расследованием. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что, цитата, Про Путина ничего конкретного и ничего нового. Детали отсутствуют. Также Песков посетовал на рост путинофобии в мире. Жена самого Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, также фигурирует в досье. Если верить расследователям, у нее был секретный офшор, который она уже закрыла. О том, какие деньги, предположительно связанные с Путиным, нашли журналисты, Тимур Олевский. У Владимира Путина есть старый друг, крестный отец его старшей дочери, известный виланчелист Сергей Ралдугин. Другой друг Путина, Юрий Ковальчук, владеет Банком России, в котором у Ралдугина, кстати, есть 3% акций. Банк России помогает открыть на имя Ралдугина через панамскую фирму «Мосак Фонсека» два офшора, а менеджеры подконтрольной банку создают от его имени и другие офшорные фирмы. Компания Сергея Ралдугина заключает договор на покупку акций «Роснефти». Соглашение сразу расторгается, и фирма получает 750 тысяч долларов компенсации. Доллар за 6 миллионов. Фирма, связанная с владельцем «Северстали» Алексеем Мордашовым, дает офшору друга Путина кредит в 6 миллионов долларов, а через несколько месяцев прощает долг, за это компания Ралдугина возвращает всего 1 доллар. Также за доллар фирма Ралдугина получила право требовать долг в 4 миллиарда рублей и получила его с государственного Ростелекома. Компания «Музыканта» покупает акции у инвесткомпании «Тройка Диалог», принадлежащей Сбербанку. На следующий день акции продаются с прибылью в 400 тысяч долларов, как будто бизнесмен заранее знал об изменении конъюнктуры рынка. Это только самые простые схемы накопления прибыли офшором кума Путина. Сам он не скрывает наличие офшоров, но комментировать вопросы журналистов-расследователей отказывается. В этом расследовании говорится о 2 миллиардах долларов. Ну и речь идет только об одной из десятков юридических фирм. Что же такое панамское досье? Расследование заняло у журналистов больше года. Факты, составляющие самую большую в истории утечку информации, попали в редакцию крупнейшей немецкой ежедневной газеты «Züttdeutsche Zeitung» от анонимного источника. Как оказалось, более 400 журналистов из 80 стран на протяжении года проверяли миллионы документов панамской компании «Масак Фонсека». Опубликованные данные лишь верхушка айсберга, говорит основатель журналистского центра по исследованию коррупции и оргпреступности Дрюсалева. Сейчас мы работаем одновременно над 30 историями. Мы будем публиковать их в течение двух недель. Но есть и проекты, за которые мы еще даже не принимались, для которых мы сейчас ищем недостающую информацию. Мы будем заниматься ими еще полгода, а остальную информацию можно будет использовать годами. Проверить информацию сложно. Нельзя просто прийти в «Масак Фонсека» и спросить, их ли это документы. Но нужно смотреть на контекст. Мы не делаем истории, основываясь только на одном источнике информации. Если написано, что состоялась сделка, мы начнем искать доказательства. Найдем упоминание компаний, запросим их регистрационные данные. Когда есть контекст, уже понятно, правдива эта информация или нет. Невозможно подделать все эти данные. Документы были лишь частью головоломки. Они позволили нам найти дополнительную информацию, собрать кусочки и понять, что произошло на самом деле. А что думают об этом простые граждане, россияне? Интересуют ли их все эти схемы, миллиарды и офшоры? Сегодня результаты расследованы международно по поводу офшоров, в которых друзья Путина фигурируют, а возможно и сам Путина. Нет, ничего пока сегодня не слышал. Не слышал. Нет, Влада Элина. Нет, не слышал. Нет, будет. Вы слышали что-нибудь об офшорах, в которых наши руководцы могут быть занять? Не слышали? Нет. Нет. Нет, извините, не слышала. Вы не слышали сегодня про расследования, связанные с офшорами, в которых российское руководство может быть занять? Нет. Нет, не слышали? Не слышали? Нет. Вас не интересует эта тема? Нет. 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 Слышала. Слышали? Вы первый человек, поверьте, который сегодня сказал, что слышали. И что вы думаете по этому поводу? Думаю, что они действительно замешаны. Да? Конечно. Может быть замешано в том, чтобы вводить свои деньги? Конечно, конечно. Сто процентов. Вы уверены в этом? Я уверен. А вы верите, что наше руководство может вводить миллиарды долларов из страны? Руководство какого уровня? Руководство уровня Путина. Нет, конечно, не верю. Почему? Не знаю, не верю. Зачем президенту это? Молодой человек, у меня нет желания с вами разговаривать на эту тему. В материале международного консорциума журналистских расследований речь идет не только о российских высокопоставленных чиновниках. Упоминается также и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его внук Нурали Алиев. Всего в расследовании фигурируют имена более ста известных политиков из разных стран мира. В частности, в нем говорится о незадекларированной офшорной кампании, связанной с президентом Украины Петром Порошенко и об офшорах президента Азербайджана Ильхама Алиева. Именно за расследование его финансовых махинаций, как утверждают азербайджанские правозащитники, была посажена в тюрьму журналистка азербайджанской редакции Радио Свобода Азатык Хадиджи Исмайлова. В панамских документах также говорится, что старший внук казахстанского президента Нурали Алиев не отреагировал на неоднократные запросы авторов расследования получить его комментарий. Далее в программе. Один адвокат на 26 тысяч человек. В результате реформы в Таджикистане количество адвокатов сократилось в три раза. Адвокатской практики лишают за правонарушение времен СССР. Само государство в лице Министерства юстиции лишает меня моей профессии. В Екатеринбурге художник рисует свои картины на грязных стеклах автомобилей. Шедевры доживают до первой автомойки. Показывают мне класс, то есть как-то и с улыбками это все у людей. Погода вроде мрачная, опасная, а у людей улыбка. В Таджикистане вступил в силу новый закон, регулирующий адвокатскую деятельность. Чтобы подтвердить статус адвоката, юристам необходимо было до 28 марта сдать экзамен квалификационной комиссии при Министерстве юстиции республики. Однако сделать это удалось не всем. В результате чего ряды таджикских адвокатов стремительно сократились почти в три раза. С подробностями Анну Шервон-Арипов. Я подал документы в соответствии с этого закона. И мне сказали, что мне пришло предупреждение с Министерства юстиции о том, что я в 1985 году совершил автоаварию. Меня приговорили к штрафу 300 рублей. Якуб Маруфов достаточно известный в Таджикистане адвокат. За его плечами 17 лет практики. Он выступал защитником более чем в 200 делах, половина из которых уголовные. Новый закон, принятый в стране, запрещает ему с июля вести адвокатскую практику. Из-за того, что у него в советские годы была судимость. Хотя юрист ее и погасил, а это в соответствии с уголовным кодексом страны делает его несудимым, этого оказалось достаточно, чтобы запретить Якубу работать адвокатом. Само государство в лице Министерства юстиции лишает меня моей профессии. Это просто, они не только нарушили Конституцию, тем самым они все международные права были нарушены. Также новый закон обязует всех, кто хочет вести практику сдавать квалификационные экзамены. Чиновники говорят, что такие испытания должны повысить профессиональный уровень защитников и улучшить юридические услуги населению. Адвокаты не против, но с оговорками. Необходимо проводить специальные курсы подготовки, на которых объяснять, как нужно проходить аттестацию. А некоторые моменты в опросниках следует вообще убрать. Я смотрел вопросы, которые были изложены при приеме экзаменов. Конечно, они имеют определенные сложности, может быть, несколько сформулированы не так, сориентироваться трудно адвокатам. Нововведения привели к тому, что ряды адвокатов сильно поредели. На сегодняшний день лицензии после прохождения экзамена получили всего 312 человек, только треть от общего количества специалистов. А для страны необходимо как минимум в пять раз больше. Если мы будем исходить из количества населения, которое у нас есть в Ачжикистане, ну, где-то 70,5-8 миллионов, то у нас выходит на 26 тысяч населения приблизительно, я это считаю, всего лишь один адвокат. Естественно, это очень мало. Сроки сдачи экзаменов продлили на три месяца до июля этого года. У Министерства юстиции не было выбора. Такое малое количество адвокатов может привести к тяжелым последствиям для судебной системы страны. Если нарушено право на защиту, это одно из оснований отмены и приговора, и тех материалов, которые ведутся на предварительном следствии. Но у адвокатов, которые не могут сдать экзамены, по различным причинам есть другой выход из ситуации. Хотя уголовные дела они больше вести не смогут, для гражданских им достаточно будет работать по доверенности от подзащитных. Благо, за многие годы практики опытные специалисты собрали большие клиентские базы. Анушер Вонарипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Казахстанским чиновникам запретили пользоваться смартфонами. Накануне запрет едва не парализовал работу правительства, сообщает портал Биньюз Кейзет. У подъезда в домо-министерство в Астане образовались огромные живые очереди. Охрана не пускала в здание владельцев сотовых телефонов последних моделей. Разрешение на вход давалось только владельцам простых кнопочных телефонов. Причиной запрета, как заявляют власти, объявлены участившиеся факты утечки служебной информации через приложение WhatsApp. Мы спросили у жителей Алматы, как они относятся к новому правилу работы для госслужащих. Им они совершенно не нужны на работе. Они и так ни черта не делают. Они только сидят. Зайдите туда, посмотрите в дом-министерство. Вся молодежь сидит, уткнувшись в эти телефоны. И что вы думаете, они прямо работают, что ли? Так уже коснулось. Уже сегодня передавали, что это все коснулось. Вы думаете, охранник сможет министру запретить зайти со смартфона? Ну, наверное, нет. Я не думаю, что они эти документы переснимают куда-то, пересылают. Я думаю, что они, как и все, сейчас сидят в интернете и вот сидят, копаются. Нет, будут принимать нужные законы. Они сидят, играют со своими смартфонами. Смартфон, если даже, как называется, уберут, сократят, все равно найдут другие выходы. Так что это не дело, мне кажется. Ну, надо разновидовать всем, одинаково. Одинаково. Закон для всех. Навряд ли. Не знаю. Жизнь так показывает. Не все всегда так, что говорят. Но хотя можно запретить, почему бы нет. Кому-то может, а кому-то нет, да? Нет, ну здесь, наверное, будет вопрос идти ко всем, но не все это будут соблюдать. Мы не умеем соблюдать все правила, правильно ведь? Все, до свидания. Всего доброго. Электрик из Екатеринбурга превращает окна автомобилей в картины. Вместо красок, засохших грязь и пыль, вместо кистей, сухие ветки и пальцы. Своё первое в этом сезоне пыльное полотно нарисовал для нашей съемочной группы. Рассказывает Екатерина Пономарёва. Центр города. Мужчина с ножом в руке с блуждающим взглядом идет в сторону густых зарослей кустарника и заносит лезвие над тонкой и сухой веткой. В принципе, всё. Можно рисовать? Можно рисовать. Ничего необычного, просто Сергей Ушаков готовил себе кисть. Палочкой и пальцами он рисует картины на грязном заднем стекле своей машины. Через каких-то 40 минут из этой мутной серости проявится история любви. Грязь грязи рознь. Грязь должна быть, так скажем, и не сильно много, и не сильно мало. Вот что-то посредине, тогда это будет оптимально. Но учитывая нашу погоду сейчас, у нас ее очень много. Много. Сергею 45 лет, он не художник. По образованию техник-электрик. Занимается фотобизнесом и в целом все как у всех. Семья, трое детей, мать, пенсионерка, забота и проблемы. Только на окружающую серость он смотрит под своим особым углом. И там, где большинство видит минус, Сергей рисует плюс. Показывает мне класс. То есть как-то и с улыбками это все у людей. Погода вроде мрачная, а пасмурная. А у людей улыбки. Картинки выбирает в интернете, придумывает сюжет и срисовывает на свой грязный холст. Сначала выскребает эскиз палочкой, затем пальцем стирает пыль внутри контуров. И тряпкой, что завалялось в машине, наносит последние штрихи. Вот все на черное столе, видите, из подтеков. Девочка, мечтающая о любви, читающая книжку, может быть, про любовь. Рано или поздно ее встретит. Какие-то влюбленные парочки, может быть, даже поцелуются в машине под эту картинку. Скажет, а давай тоже поцелуемся, давай. В грязной городской жиже Сергей черпает вдохновение уже третью весну. Екатеринбург с первыми оттепелями полностью оправдывает свое интернет-прозвище «Грязьбург». Что не машина, пыльное полотно. С этого тяжеловаться на это только настроение портит, говорит Сергей. Вот и взялся за грязное передвижничество. Каждый его картинный выезд на дорогу – это как массовый сеанс арт-терапии. Нарушил, небольшое нарушение сделал, повернул, гаишники остановили. Ну, был день города, сзади была картинка с днем города Екатеринбург. Вот, подошли все гаишники, спросили, сам ли я рисую. Я сказал, что сам. Сказал, что не судите строго, виноват, признаю. Меня отпустили, сказали, больше не нарушай. Ну, картинка, я так понимаю, что мне помогла. Главный городской художник по грязи сейчас готовится создать полотно под долговечней пыльных автокартинок. Он ищет деньги, чтобы снять фильм по книжке, которую написал вместе с другом. Про то, что жить надо по совести. Но пока его чаще просят нарисовать что-нибудь прикольное на машинах. Сергей отказывает. Говорит, он ездит собирать улыбки, а не деньги. Екатерина Подмарева и Илья Новиков. Для настоящего времени. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова